Индусы Индусы сами не называют себя индусами, точно так же как китайцы никогда не называли себя китайцами, а арабы никогда не называли себя арабами, подобно тому, как англичане видели в китайцах торговцев фарфором, а месопотомцы, в представителях племен вторгавшихся в междуречье из юга, жители пустыни, бродяг и кочевников. Именно так можно перевести слово «эл-эраб». Индусов так называли персы, хинду происходит от названия реки Синдхо, Сами же индусы называют свою страну Бхарата, варшей, а себя Бхаратами или Ариями. Ария несет в себе изначально тот, кто знает истинный смысл жизни, а Бхарат означает потомок Бхараты, великого императора всей Земли в далекой древности. Негодяеме делается все, чтобы отвлечь от получения качеств знания, исполнения дхармы и выхода из-под влияния гонматериальной природы. Ария – это варны кшатриев и браманов, независимо от их расовой принадлежности или вектора развития. Обладающие долгой жизнью и многими врожденными ситтхами, донавы как правило, являются кшатриями, управляемым императором кшатрием, владеющим их планетарной системой, который был обучен брахманам. Их группы, согласно справочникам и энциклопедическим словарям, Адития – небесные боги, ведущие свое происхождение от богини света справедливости и милосердия, Адития. Датии и Донавы – демоны, родившиеся от ее сестер, Дития и Дану. По своему внешнему виду и способностям они мало чем отличались друг от друга, различным было только их отношение к гармонии и божественному порядку. Несмотря на постоянные упоминания об Адитиях, Дитиях и Данавах в древнеиндийской литературе, ведах, пуранах и эпосте, приводится крайне мало описание их внешнего вида. Правда, в большинстве случаев, кроме Ригведы, подразумевается, что они были похожи на людей. Приведу фрагмент из Пхагава Тапураны. Поле боя, между Адитиями и Датиями или их потомками, было буквально усыпано отрубленными головами героев. Глаза их оставались открытыми, а губы – прикушенными в порыве ярости. Кругом были разбросаны серьги и шлемы. Там и сям валялись отрубленные руки, сжимавшие различное оружие, ноги и бедра, напоминавшие хоботы слонов. Кругом валялись отрубленные ноги, бедра и шеи воинов и разорванные их флаги, сломанные луки, разбитое оружие и украшения. Создается впечатление, что при описании этого события составителям сказаний не на чем было больше заострить внимание, кроме как на огромных ногах и бедрах погибших, что должно означать, что перед нами были не просто люди, а великаны. Но как раз об этом много раз говорится в эпосе. Итак, Адития, Датии и Данавы, скорее всего, являлись близкими к нам по внешнему облику существами, отличавшимися исполинским телосложением. О могучем телосложении и богатырской силе богов или полубогов и демонов повествуют буквально все индийские предания. Они говорят и о том, что их дети, герои в первых поколениях отличались огромным ростом и необычайной силой. В Махабхарате говорится, что Датии и Данавы были очень красивы, их лица, прекрасны как луна, а их женщины, безупречно сложенные с тонкой талией. Женщины Адития тоже имели ослепительной белизны зубы и неописуемо прекрасную внешность, а мужчины были белыми богами или полубогами со светлыми и светло-русыми волосами. У предводителя Адития, Индры, были широкие скулы, светло-рыжие волосы, усы и борода. Дошедшие до нас изображения, барельефы и статуи отдельных Адитиев, Дайтиев и Данавов, созданные в эру христианства, как будто бы подтверждают сделанные выше предположения, добавляя богам или полубогам и демонам такие детали, как кудрявые волосы, усы и бороды, придающие им сходство с героями кельтских и скандинавских мифов, например, статуи барельефа и изображения Индры, Вишвакармана, Митры, Варуны, Сурья, Майданавы, Херни Кашипы и других, изменяя светлые золотистые волосы черными, делающие их похожими на персов или индийцев, изображений Сурья, Ланбха, а синие люди. Субтитры создавал DimaTorzok